с утра уже запускает воздушный шар он один там отлетает 2 но тот в виде сердца красный летает мой этот начал подниматься я думаю кого тут собака с утра тявкает на шары тут тявкает быстро поднимается а 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 Страшно, наверное. Тот что-то тоже разворачивается, но опять боком встал. Ну, сейчас, может, другой стороны развернется. Продолжение следует... Продолжение следует... В общем, у нас сегодня воскресенье. Я тут решила постряпать по-быстрому пирожные санет. Что-то охрипло после вчерашнего. Пока картошку копало, много пыли наглоталось. Так, в общем, буду сейчас стряпать пирожные санет. Ждем сегодня гостей. Приедет мама с братом, с сестрой. Ну, и надо что-то по-быстрому приготовить. Они, в общем, едут с Хакасии, с Ширинского района. Это 8 часов, если они выехали. Где-то 4 часа у них дорога займет. Ну, мы обычно ездим 5. Потому что мы ездим потихоньку с детьми. Не знаю, как они будут ехать. Ну, это в среднем 4. Там 6 часов займет. Пока туда-сюда покатаются. Где-нибудь к 2 часам приедут. У нас сейчас время 9 часов. Как раз у меня сейчас час уйдет на то, чтобы постряпать. И потом он как раз настоится. Ну, вот я пока с утра решила заняться постряпать. Что-то покушать, приготовить. Буду готовить плов. Саша у нас уехал с утра. Ну, приедет теперь опять только вечером. Ну, детей с чем-то кормить нужно. Суп не хотят есть. Поэтому приготовлю плов. Плов едят с удовольствием всегда. Так. Ну, плов буду готовить дома. И с рисом. Не с булгуром, а именно с рисом. Ну, и все. Занимаюсь. Тесто я уже завела на санет. Сейчас буду просто уже выпекать, смазывать. И уже собирать пирожные. Вот такое у меня получилось тесто. Сейчас буду на пергамент размазывать тоненькие коржики. И они быстро выпекаются. И уже буду собирать само пирожное. Так, приготовила я санет. Сейчас уберу в холодильник. Он остынет. Вот такой вот он пропитанный. Тоненькие коржики. Свои такие. Он Никита уже кушает вовсю. Сейчас чаю попьют. Это обрезки с коржика. Они всегда любят доедать. Ждут, когда я обрежу. Ну, а это пока сейчас уберу в холодильник. И уже остынет. Потом будет еще вкуснее. Я тут занимаюсь. В общем, срезаю остатки перцев. Вот у меня осталось. Уже это перерабатываю. Их уберу в заморозку. Просто в пакетики полукольца не складываю. Вот так вот. Допускаю по максимуму весь воздух. И они так нормально хранятся. У нас на улице что-то разошелся дождь. Ну, поэтому сейчас перцы переработаю. Потом займусь морковью. Сейчас, в общем, перцы дорежу. Может, уже гости подъедут. И потом уже займусь. Ну, как уедут, проводим. И уже займусь морковью. Нужно морковь сегодня перетереть. Потому что она уже становится мягкая. Я вот на плов терла. Ну, уже такая дрябленькая. И, в общем, я ее перемою. Потру. Ну, а уже потом займемся картофелем. Будем начнем его спускать. Может, Саша пораньше освободиться приедет. Так вместе будет вообще спускать. Сидят птенчики. Где-то четвертый потерялся. Думали, пять их. Нет, их четыре вывелось в этот раз. Сидят такие сердитые. Да, птенчики? Хмурые на улице. Дождик идет. Не полетать вам совсем. Ну, хоть на крыло встали. Вообще замечательно. А то конец августа. А вы бы еще летать не умели. Такие у них когти. Огромные. Или это пальчики такие длинные? Прикольные такие. Ладно, сегодня буду вас переспокоить. Вон она сидит, возмущается. Оба сидят, возмущаются. Где четвертого-то потеряли? А? Ну? Картошечка. Ну, что, вчера подсохла. Отлично. Хоть земля какая-то часть обсыпется. Ну, земля сырая была. Все равно. Сегодня он уже дождь начался. И теперь они будут идти, идти, идти. Потому что и до середины сентября будут дожди. Потом вообще в огород не зайдешь. Ну, удачно мы вчера выкопали картошечку. Вышел в огород, решила собрать редиску. Какая уже наросла. Сейчас вырву ее. Домой несу, дома обмою. Ну, которая крупная, вырву. Что-то на переработку, что-то на салатик. Саша любит салатик из редисочки. Что-то в заморозку, в общем, пущу. Деревянная уже. Ну, а так редисочка хорошая выросла. Редисочку садим уже третий раз. Получается, здесь на грядке. И там в компосте у нас еще редиска сидит. Там он. Ну, редиска прям хорошая наросла. Сейчас я ее выкопаю, потом оборву. Ботву курочкам дам, а редиску домой. Попробуй. Как, не жесткая? Нормальная? Острая? Вот, в общем, сколько выше редиски. Ну, можно салатик сделать, да? Деревянная. Ядреная? Ваня спит? Да. Ну, все, бабушка сказала, через часик подъедут. Все, иду пока перебирать. Нарежу сейчас на салатик, да? Да. Ну, да. И это... Ну, заморозку, наверное. Зимой можно спокойно окрошечку сделать. Сходила, сорвала помидорки. Вон, помидорка опять. Слизень получается. Поел. Надо вырезать все. Ну, сегодня приедем сейчас в город. В город съездим, приедем. Слизенькие белые, да? Да, да, с такими рожками. В общем, приедем с города. Уже начну снимать, потому что на улице уже холодно. С всю ночь дождь шел. Сейчас дождь идет. Как бы прям холодно. Сорвала вот самую большую помидорку. Вот что-то она на солнце подгорела. Хочу посмотреть, сколько она весит. Почти 700 грамм. Вообще шикарно. Она уже трескаться начала тоже. Но я ее сняла. Думала, она пусть. Думала, она пусть. Думала, она пусть. Приехали мы, в общем, в город. С детьми сейчас заедем к доченьке. Завезу ей дрожжей. Взевала. Такие вот. То есть у магазин, говорит, берут. Вообще не поднимаются. В общем, взеваясь. Завезем сейчас ей дрожжей. Потом съездим в Леруа. Заедем в Энель. Я там заберу свой заказик. И уже вернемся сюда обратно, в Солнечный. Заедем в Галамарт. Я возьму там канцелярию детям. Ну и потом уже здесь, на выезде, заедем в магазин одежды. Никите возьмем куртку еще в школу. Весеннюю. Весеннюю-осеннюю. И шапки им возьму. Потому что шапок тоже нет. А у нас уже на улице холодно. Ну и буквально 2 сентября, я могу уже 1 сентября идти в школу. А 3-го спокойно можно надевать шапки и идти. Потому что у нас уже холодно. На улице дождь. Прям холодно. 15 градусов всего. Все, Саша заправился. Мы заехали на заправочку. Едем до доченьки и в Леруа. Свежо. Да не свежо, холодно. Год 15 градусов на улице. Где-то. Ух. КОНЕЦ Все, мы вернулись домой. В общем, на улице у нас вот такой ветер. Прям холодно. Сейнен сейчас быстро. В общем, время уже пол первого. Быстро сейчас пообедаем. И уже пойдем с Сашей перебирать. Картошку спускать. Ну, заехали в магазин. Сейчас покажу, что взяли. Так. Заехали. В общем, взяли всю канцелярию. Никите, Ярославу. Так, мыльницу взяли. Так, где-то тут нож еще был, Никита. Нож. Ну, ладно, он где-то, по-моему, с этой стороны лежал, нет? Надо его аккуратно вытащить. Вот здесь он лежал. Вот он. Нет? Да. Саша давно хотел такой нож. Я видела. Сейчас разверну. Никита, на, разверни. Потом будем брать. Аккуратно. Вот такой вот топорик. Саша давно искал такой. Появились, взяли, в общем. Большой такой, тяжеленький. У нас есть маленький? А, ну да, у нас тут маленький. Это он казался большим. Да, ну, вообще нормально. Теперь буду стругать. Ну, да. Так, ну, это, в общем, по канцелярии все взяли здесь. А, купила Ванюше щетку зубную. А то у нас уже зубов-то много. Нужно чистить. И где-то пасту ему специально взяла. Я все распределила там, куда-то, чтобы баню. Ну, да. Так, найди где-то пасту еще зубная тут. Ванюш, не уходи только, а. А, здесь я сюда. Так, здесь у нас две курочки. Нет, я не нашла. Бананчик Ваня покормила. Курочки, кстати, наши у нас здесь на птицефабрике в Миндерле. На 100 грамм. Включается 190 килокалорий. Так, курочки у нас здесь выращиваются. Так, взяли еще, Никите, курточку. Витровку в школу. Вот такую вот. Такого цвета. Качество подальше от Долива, но качество сейчас. Такая вот она. Ванюша, а. Ярослав, забери-ка у него папушку. А то он сейчас, видите, сломает. В общем, взяли витровку. Никите взяли, взяли носки. Не нужна тебе папушка. И шапки взявим в школу, чтобы ходить. Такие вот. В общем, взяли дыню заехали. Доширак, Саша, захотели. Тут, в общем, ну да, это я говорю, Ваню покормила. Там, в общем, рис, геркулес я беру себе. Здесь взяли губки, тряпки для посуды, клей. Саша здесь взял, в общем, диски на болгарку отрезные. На отопление, которое я делаю. И на отопление, в общем. Как они называются? Муфты, не муфты. Уголки, а фитинги, да. Так, ну и здесь, в основном, вот яблоки фуши. Ну, вот раньше брали фуши, они какие-то были деревянные. А эти прям мягкие, такие рассыпчатые. Я, в общем, беру их на еду и так, когда вафли себе готовлю. Поэтому всегда беру побольше. Они прям большие, хорошие. Квас такой вот Никита пьет. Крабовые павочки. А там будет видно по приправе. Взял где-то 4 штуки. Сурок такой беру, видите. Так, вот 4 павочки. Ну и тут виноград, дамские пальчики, в общем. И бананчики, фрустов, в общем, взяла. Так, взяли нурофен. У Саши с Никитой что-то голова порно развалилась, разваливалась. Так, ну и здесь мое питание, в общем. Драйн эффект взяла. Новый шейкер сия. В общем, там такое кольцо, шарик. И он прям хорошенько взбалтывает. Там у меня нет такого в другом шейкере. Ну, у нас постоянно с Ваней дележка идет. Поэтому взяла себе другой. Два вот таких патаниновых батончика. Ну, здесь каждой упаковочке. Получается по 3 штуки. Это у нас получается шоколадный брауни. И это с кокосом. Кокосовый рай. Тоже и там, и там, и три. Ну, мы 2 штуки съели, пока ехали. Ну, и коктейль взяла себе. Бельгийский шоколад. Тут, в общем, 15 порций. Вот так вот. Такой вот коктейльчик. Это у меня коктейль идет на ужин. Это на перекусы, ну, либо на ужин я тоже. Убери, а то он сгрызет его. Крязную упаковку грызет. Либо на ужин использую. А это вот с утра пью. Очень хорошо. Помогает. Отеки выводит, убирает. И лишнюю жидкость из организма выводит. А ты уже все спускаешь? Ну, я еще ведро принесу. Потом помою. Так, мне вниз листья спускать? Вниз. Я тут маленько переставил. Угу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok ящичек до собираю красный и потом уже соберу как помидорка посыпчатая там почти зеленая но уже прямо то видно что она лезет эту помидорку сейчас покажу ну да я за счет они вымахали этом году помидорка зеленая внутри прям у нас рассыпчатая смотри какая разорвала ее так в общем это сейчас прикладываю и уже поснимаю бурые тоже бурых он уже много а эти в первую очередь пойдут на переработку нужно будет их резать и замораживать сразу же собрала я помидоры в общем с него два ведра красных помидор красные такие еще зеленатые есть и вот бурые большие которые сидели по солнечной стороне у меня я их тоже собрала потому что там прям есть которые подгорели с края ну и завтра уже займусь переработкой томатов сейчас пойду до перерабатываю морковь у меня еще осталось нужно ее убрать а время то уже у нас получается 5 часов 6 нужно убирать и вот у меня еще кабачки лежат маме вчера два кабачков думаю побольше возьмет взялся всего четыре штуки в общем ну и уже потом дойдет дойдут руки в общем до помидор там не огурцы еще наросли надо не знаю огурцы собрать что может завтра огурчиков еще посолить посмотрим я сейчас заморозки уберу огурцы и там видно уже будет либо их заморозить еще либо посолить остатки еще полтазика моркови вчера почти перетерли сколько вот еще в общем на то и не стали терке тереть потому что сильно греется сегодня в голомарте взяли еще одну такую у меня до этого были две штуки но не сломались в общем их выбросил сегодня заехали еще взяли новую в общем есть разные насадки такая вот для свеклы потоньше вот такие вот для морковочки такая вот для слайсов нарезка вот для картошки такой для резной но не только для картошки там разные овощи можно нарезать вот эта штука я так и не поняла наверное что-то придавливать вот так вот на треть когда чтобы пальцы себе не стереть руки для цедры так кто знает может и для цедры не знаю короче ну я такой штукой ни разу не пользовалась ванюша аккуратно то упадешь все я готов знаете коробочку к просмотру сериала на пироженку ванюшу будешь порежем вот такими меленькими кусочками на он любит тоже сан этот вот остатки вчера маме положила с собой сереже давали ребятишкам им тоже понравился этот санет в общем положил им гостиниц так ну и что дети доели чем они чай попили здесь что доели уже так мы все я занимаюсь морковочка и никита мне щас морковку поперемоет вот эту я пока вот эту потру и уже уберу заморозку чтоб она уже стояла тон уже дряблю пока еще твердая но уже мягонькая надо ее уже убирать и